Здравствуйте дорогие друзья, в эфире очередные новости от проекта WES. Сегодня в выпуске мы посмотрим на новый офис команды Na'Vi, оценим нынешний статус команды NIP на мировой арене CSGO, а также затронем тему возможного перехода команды Kirchner на Counter-Strike Global Offensive. Все долго ждали подобного обзора новой базы организации Na'Vi, и вот наконец-то вышел в свет материал с видеообзором места работы ребят. Смотря на офис Na'Vi, сразу чувствуется рабочая атмосфера, конференц-зал, в котором обсуждаются текущие и будущие планы организации, не команды, а организации, хотя и команды, думаю, частенько обсуждают схему работы. Разные календари, на которых сверяются графики, подсчитываются нормы выполненных работ, создают очень классную атмосферу. Офис смотрится очень профессионально. Помимо простого обзора базы, была затронута тема будущих сервисов сайта Na'Vi, об этом обновился один из сотрудников. В месяц открытия нового сайта будет интернет-магазин, в котором вы сможете приобрести как товары наших спонсоров, так и нашу форму, долгожданную, наконец-то. Продажа формы команды также свидетельствует, что ребята идут по правильному пути. Одним словом, подобный офис должен быть у каждой крупной киберспортивной организации для достижения поставленных целей. Характеристика обзора не закончилась рабочими моментами, также нам показали подготовку команды к предстоящему турниру в Португалии. Na'Vi KS усиленно готовится к предстоящему турниру и намеревается пополнить свой стенд пупков, который мы могли видеть в начале обзора. Организацию Na'Vi мы поздравляем с новосельем и желаем правильного и успешного развития. Вчера в стриме игры Ник против TeamX бывший капитан команды Вэри Геймс Рэггмен сообщил, что GOAT.TV выйдет до турнира ЕСВЦ 2012. Откуда у него такая информация неизвестна? Известно лишь то, что до сегодняшнего дня турниры по Counter-Strike Global Offensive проходят вслепую. Организаторы в 80% случаях объявляют только результаты игр. Появление GOAT.TV может поставить на ноги такую игру как CSGO, ведь киберспорт без освещения становится просто игрой. На данный момент посмотреть какие-либо банчи, если на них отсутствует стрим-трансляция, практически невозможно. И работа такого сервиса в игре вроде бы должна привлечь еще больше аудиторию, чем она была раньше. Но все мы помним, что в 1.6 версиях на крупных турнирах не все могли проводить трансляцию, так как права на нее были ограничены и выделялись не всем. Поэтому такой сервис при просмотре крупного чемпионата будет помогать лишь организаторам, чем простым зрителям, так как транслировать игры смогут лишь, так сказать, избранные. Это позволяет монетизировать Counter-Strike и зарабатывать на наших с вами интересах еще более крупные деньги. Шведская команда NIP, лучшая мировая пятерка в CSGO, прямо идет к своей цели и официальному титулу чемпионов мира и получает квоту на гранд-финал Electronic Sports World Cup. В рамках стандинавских отборочных на ESVC 2012 ниндям в пиджамах противостояли многие коллективы, но никто из них не смог дать полноценного боя бывшим лидерам мирового CS 1.6. Get Right, Forest и Xist разорвали на куски каждого вставшего на пути. Первый крупный турнир для NIP уже в кармане, DreamHack уже покорился шведам. Смогут ребята забрать Кубок Чемпионов мира? Покажет время, однако их заслуги уже позволяют ребятам получать прямые приглашения на турниры такого масштаба. Get Right и компания трудятся над новой игрой, не покладая рук, и на каждом чемпионате показывают очень высокий уровень игры. Например, команда бывшего их тиммейта Питы была обыграна со счетом 2-0 по картам 16-12 ДДАС-2 и 16-1 ДМИРАЖ. Это говорит, что шведов очень сложно догнать командам, которые практически одновременно с ними перешли на новую игру. Что же говорить о наших командах, которые буквально недавно стали перебираться в CS GO и пытаются набрать нужную форму. Если честно, уже не терпится посмотреть игру СНГ коллектива против мировых грандов. Слухи о том, что команда Kirchner вслед за другими командами переходит на новую игру, пока что не подтвердились. Ребята продолжают играть в 1.6 версию и в скором времени займутся подготовкой к, возможно, последнему турниру серии Asus в Counter-Strike 1.6. Однако состав в ближайшее время собирается провести несколько пробных тренировок в CS GO. Так как вчера стало известно, что Крафтик стал уже бывшим игроком команды и перешел в Стан Виртус Про, организация Kirchner ведет поиски пятого игрока. Если состав все же перейдет на новую игру, то не исключено, что пятая игра будет из Source Community. Такая практика уже не новость, и очень много команд, так сказать, обратились за помощью к игрокам из других игр, дабы как можно быстрее опознать все секреты CS GO. Кто будет пятым игроком команды, пока тишина. Эта неопределенность вносит большую интригу в перспективы состава. Нам остается ждать более подробных заявлений из Стана Организации. Лига городов Лига городов рассчиталась с участниками за первые три игровых тура. Всего за три недели прошло 24 игры, одна из которых завершилась техническим поражением. Команда тернобыльских волков не смогла сыграть матч против Киев Рейдж Биверс. В трех турах было разыграно 2400 гривен, которые переведены на счет капитанов команд. На каждый из матчей Лига городов уделяется сумма в 100 гривен, 75 из которых забирает победитель, а оставшиеся 25 достаются проигравшей команде. В случае ничьи, каждая из команд получает по 50 гривен. Таким образом, все участники автоматически получают призовые деньги. Внешне такая система напоминает выплаты заработной платы игрокам Лиги, и это делает ее профессиональной, где все игроки получают оплату за проделанную работу. Впереди еще 12 туров, в которые участники заработают порядка 10 тысяч гривен, а лучшие четыре команды в суперфинале разыграют еще 12. Лига городов, наверное, последний турнир в формате Лиги по Counter-Strike 1.6. Известно, что организаторы планируют второй сезон, но то, что он будет по Global Offensive, далеко не факт. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok